Продолжается агрессивное невежество от Милианцева. Он продолжает утверждать, что силовая яма, в которой лежит спутник, в этом и есть суть вашей теории. Вы забыли. Формулу для отталкивания я долго буду от вас ждать. Ну вот как вот, силовая яма, в которой лежит спутник, как в этом суть вашей теории, вы забыли. Я как раз ничего не забыл. Как вот объяснять человеку, да, силовая яма имеет место. Но относительно чего? Представьте, у вас есть Вселенная, есть тела. Где у вас будет при взаимодействии силовая яма? На самых больших скоплениях тел у вас будет силовая. Или на самых больших телах, если Вселенная представляет у вас ковер из тел. Либо на самых больших скоплениях тел, если у вас Вселенная представляет собой весь галактик. Вот там и есть силовая яма. И каждая галактика вот в этой силовой яме. Она оттолкнулась от других галактик, вот это вот скопление. И здесь держится, и то находится в силовой яме. Каждая галактика находится в силовой яме. И выйти из этой ямы она может только, если ее размер, если ее масса совокупная будет значительно меньше, чем у других галактик. Тогда она может, например, объединиться с другой галактикой. А другие все тела, они уже в этой яме. Вот если галактика лежит в силовой яме, то лежит и все звезды, составляющие эту галактику, тоже в силовой яме. И планеты тоже в силовой яме. И любое яблоко тоже в силовой яме. Ну просто центр этой ямы, он совпадает с галактикой. Вы как бы, с одной стороны там в ваших полушариях что-то происходит мыслительное, но вы не можете дальше сосредоточиться. И вам надо, чтобы именно любой спутник в этой яме был. Да, формально он в яме вместе со всей галактикой. А вот отдельной ямы для спутника мы не имеем простой причины, потому что он слишком маленький. Силы взаимодействия частные очень маленькие для этого спутника. Он уже просто движется в этой равновесной системе. Дальше. Может ли тело двигаться, или все галактики должны замерзнуть? Не должны они замерзнуть. Вот здесь и есть эта яма, центр галактики в этой яме уже находится. Сама галактика, когда обращается вокруг себя, она не выходит из этой ямы. Она может крутиться, жить своей привычной жизнью, не входя в конфликт с другими галактиками. Это все просто. Это силовой баланс Вселенной. Вы просто этого не понимаете. Измельянцев, сосредотачивайтесь, приносите извинения, удаляйте вот этот мусор слабоумный, который вы в трех форумах написали. Агрессивное невежество. Заканчивайте с этим. Пока прошу. Уговариваю, можно сказать. Кто такой Глиняный идол? Чья это музыка в конце роликов? Глиняный идол. Это известный гитарист из известной группы, который предпочел оставаться публично неизвестным, инкогнито. Он смотрит тоже наш канал и предоставляет, дарит нам эту музыку для поднятия настроения, для оформления. Спасибо большое. Человек помогает в нашей деятельности. Вы в миру, наверное, сталкивались и с группой, и с этим классным гитаристом. Если у нас есть базовое картинационное поле, которое, в принципе, одинаковое на всей протяженности пространства, почему у нас отличаются звезды планеты друг от друга? Есть группа размеров от и до. В рамках них, вот, светила на наших находятся, ниже там планеты. Вопрос, почему это не дискретно, что вот такие группы? Есть какие-то более плотные тела, есть менее плотные тела. Ну, а по идее все тела формируются за счет базового картинационного поля. Почему вот так происходит разница в плотности? Ну, у нас есть химический состав, он разный для каждого тела, да, есть какая-то дельта. У нас есть геометрия, у нас есть вращение. Вот, цитробежные силы, они, в принципе, создают структуру этого тела, в том числе, с какой обращаются. У нас внутренняя полость этого тела гипотетическая, но она возможна. Кстати, есть эти замечательные кадры, когда обращается капля в космосе на станции, да, и когда пузырьки воздуха от центробежных сил собираются в центре. Получается такая полость. В принципе, это похоже на то, как на древних манускриптах рисуют представление человечества о полой Земле. Ну, это силовые факторы, и в результате какое-то тело больше, какое-то меньше. А градация именно частотная, она срабатывает на уровне частиц. Вот это вот мелкие колебания, оно делает конкретные частицы конкретных размеров по волновым характеристикам полевым. Виктор, как вам не стыдно? Я привел определение континуума в физике, а не в математике или философии. Я написал об этом, что это определение именно из физики. Вы же опровергаете меня, предлагая определение «Бог знает откуда». Ну, не поленитесь, наберите в поиске континуума определения физики. Я-то как раз и взял общепринятое определение, которое есть в старых словарях. Вы взяли какую-то маргинальную версию из провинциального вуза, где какой-то оглашенный профессор накорябал для вас свое видение. Не континууму, а что там, как двумя словами он это обозначал. Вы в этой ситуации не опираетесь на общепринятые материалы. Определение дается один раз, термины определяются один раз. И в процессе вот этого творчества современного термины не меняются. Если современное млекопитающее выдумало следующий континуум, потом следующий, другой отличный от предыдущего, ну, оно должно вводить новый термин. Это уже будет не континуум, это будет что-то другое. Инженер, 2013, сосредоточился с максимальной силой, не помогло. В принципе, не понимая, чем отталкиваются, приталкиваются различные объекты тела у котючика. Через пустоту без непосредственного контакта. Закон всемирного тяготения, тела неизвестно, чем и как притягиваются. Тела приталкиваются, отталкиваются неизвестно, чем, как у котючика. Стрелочками показаны в конце. Ну, получается, человек не понимает, что такое поле. Он не согласен с полем. Далее идет упоминание гравитонов. Гравитонов нет. Так, искривление пространства по Эйнштейну. Нечему пространству окривляться. Тут полностью согласен с котючиком. Все рассказы о каких-то силовых действиях через пустое пространство являются тяжелым бредом. А, вот. Все рассказы о каких-то силовых действиях через пустое пространство являются тяжелым бредом. Для любого воздействия необходим контакт взаимодействующих объектов или посредников. Вспоминается гениальное выражение Архимеда. дайте . опора от суковского официальная наука не признала вот как то так получается то есть человек не видит не понимает поля не признают его существования в душе где-то склоняется получается к версии от суковского дискретному эфиру здесь помочь в принципе человеку нечем фильм эфир мы показали все версии эфира показано почему эфир невозможен дальше у нас есть научный факт наличие поля которая заставляет магнит и любой металлический шарик взаимодействия то есть мы видим что между ними образуется взаимодействие при приближении да и либо по-другому она усиливается взаимодействие если вы этот факт признаете да то дальше идет формулировка все то что расположено в пространстве и проявляет какие-либо свойства а здесь мы видим до проявления свойств через расстояние значит что-то какой-то объект есть между магнитом и шариком да и он проявляет физическое свойство он заставляет взаимодействие да все то что проявляет физические свойства находится в пространстве расположена в пространстве то является материи то есть поле то что определили ученые как объект реально является материей поэтому когда сосредотачивайтесь либо признавайте поле материальным согласно определение либо помочь вам уже никак катющих заблуждается гравитация это не приталкивание притяжение метеорит падает с ускорением сила приталкивания увеличивается квадрату расстояния приталкивание метеорит падает замедлением сила тормоза еще и отталкивание метеорит от про планеты все-таки она притягивает тела с ускорением то есть человек говорит что при приталкивании тело, падающее на землю, замедлялось бы. Это типичная ошибка. Люди не учитывают внешнее воздействие и не знают, просто не знают, не в курсе, что там есть какие-то тела. Мы в этом ковре тела находимся, что эти тела оказывают воздействие, что если связать систему от чего-то, связанного с яблоком, мы получим разное распределение масс, если перейдем в любую модель с дробью. Если мы заменим все тела на дробь для простоты, для понимания, перейдем в эту модель, мы поймем, что массы распределены неравномерно и имеют место внешнее приталкивание, которое больше частного отталкивания. Поэтому ни с каким замедлением метеорит или яблоко падать на планету не будет. Будет падать нормально с ускорения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok